Всем привет! Как стало известно недавно, Blizzard не планирует разделять европейцев на различные языковые группы, а создать общие сервера для всей Европы. Разделяться они будут только по классу PvP, PvE и RP. Как посчитали разработчики, это способствует благоприятной атмосфере, благодаря которой игроки будут свободно перемещаться по мирам, находить новые гильдии, заводить знакомства. Замечательная новость, не правда ли? Но знаете что? Русских это не касается. Мы вроде как тоже европейцы, но какие-то неправильные европейцы. Язык наш слишком сложный. Настолько сложный, что современное оборудование не может нормально с ним работать. Вероятно одно слово из трех букв, прозвучащего в общем части европейцев, способно обрушить сервера. Да, официальная версия того, что русские сервера будут отдельной группой, связаны с тем, что это технически трудновыполнимо. Возможно. Я не слишком силен в программировании, вероятно действительно русский клиент некорректно работает по сравнению с другими языковыми версиями. Возможно это сделано для удобства создания ника на русском языке. Но у меня есть сомнения, что делать совсем в другом. Вернемся на десяток лет назад. Вспомним как это было. Warsong, Stonewall, Shadow Moon. Были преимущества заняты русскоязычными игроками. И считались условно русскими серверами. Несмотря на англоязычную поддержку, которая работала в своей языковой группе. Иностранные игроки, которые случайно заходили на эти сервера и видели активный спам кириллица в общей чат, недоумевали. Ну куда попали? Особо наивные даже пытались возмущаться, требовали, чтобы игроки изъяснялись на английском. Но после трехэтажного мата в их адрес, в ужасе покидали этот сервер. Пытаться модерировать чат, банить игроков за некорректное соблюдение правил общения в чате было бессмысленно. Если население сервера на 90% состоит из русских, то можно просто опустить руки и просто наблюдать за происходящим. Сказать, что такая ситуация устраивала многих я не скажу. Близзы репу почесали, почесали и пришли к кардинальному решению. Создать для русских отдельную группу серверов. Всех русских добровольно принудительно на них переселить. Ну а старые сервера закрыть. Что собственно и сделали. Последний оплот русскоязычных игроков был сервер Molten Core, продержавшийся дольше всех. Кто-то, возможно подумал, что его не тронут, но впоследствии его постигла та же участь. Так они посчитали, будет лучше. Не для русскоязычных игроков, разумеется. Для европейцев. Чтобы заходя в свою региональную группу не терялись, а комфортно начинали прокачивать персонажа без всяких проблем. Вот. А сейчас мы с вами на пороге нового старта классики. Разумеется, разработчики звезд неба не хватают и понимают, что онлайн будет не такой большой, как было 15 лет назад. Создавать такие обширные языковые группы не имеет смысла. Поскольку игроки будут тянуться к серверам с большим онлайном, если какой-то реалм будет более популярным, то и все на него со временем перекочуют. То же самое сделают и русские, как сделали в свое время. Выбрав наиболее удобный для себя сервер и превратив игру на нем для других представителей Европы в полную жопу. Думали ли об этом разработчики, когда создавали новую классику? Конечно, думали. Но говорить об этом прямо никто не будет. Гораздо проще свести все на невозможность работы общеязыковых европейских серверов с русскими клиентами. Все просто и понятно. Я уже побывал на официальной форме Blizzard, наблюдал растущее недовольство русских игроков. Как бы там ни было, нам с вами осталось лишь выбирать, идти в свою вкладку или, наплевав на все ограничения, идти на Европу. Только не очень-то рассчитывайте на гостеприимную встречу. Пишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Подписывайтесь на канал. Удачи!